Подзаголовок. Прежняя история. Еще не так давно каждый американский ребенок знал имена всех величайших путешественников. Магеллана, Васка Дагамы, Кортеса, Генри Гудзона. А величайшим из всех по праву считался Колумб, открывший Америку во время одной из самых выдающихся экспедиций в истории человечества. С него начинались все наши учебники истории. В католических школах детям рассказывали о французских и испанских путешественниках и миссионерах, о североамериканских святых, наподобие Исаака Жокея, миссионера у ирокезов, забитого насмерть томогавками поблизости от Олбени. А затем переходили к Джону Смиту и Джеймс Тауну, отцам-основателям. Далее наши учебники истории перепрыгивали через 150 лет. К французской и индейской войнам, конгрессу гербового сбора, бостонской резне и бостонскому чаепитию, «Гдайте мне свободу или смерть», «Банкер Хиллу», «Декларации независимости», «Вэлн Фордж», «К мне жаль, что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать за свою страну». Бенедикту Арнольду, Саратоге и сдаче Коронолиса в Йорктауне. Американская история существовала от триумфа к триумфу. Англичане сожгли Белый дом, но доли Мэдисон спасла картины. Наши люди держались ночь напролет, в кавычках, во время бомбардировки форта МакГенри, а Энди Джексон отплатил англичанам той же монетой под Новым Орлеаном. Затем настал черед Аламо, где Крокет и техасские герои отказались сдаться в плен и пали все до единого под мексиканскими штыками. Никто еще не говорил, что Америка что-то там украла. Все разговоры начались уже после Аламо. В 50-е годы на Америку обрушилась мания. Все сходили с ума от Дэви Крокета. Был снят фильм, поставлен на телешоу и даже сочинена песня о «Короле Дикого Фронтира» в кавычках. В фильме о Крокете снялся актер Фесс Паркер. Эта роль сделала его знаменитостью. Мальчишки расхаживали по улицам в енотовых шапках, ради которых енотов истребляли столь рьяно, что поголовье этих животных резко сократилось. Рок-звезда Джонни Хортон исполнил битву при Новом Орлеане Джимми Дрифтвуда. Цитата. Вдоль Миссисипи к славе нас вел полковник наш, пускай в желудке пусто, но полон патронтаж. Греми же барабан, британцам нападали и взяли Орлеан. В разделах учебников, посвященных гражданской войне, Ли и Джексон изображались отважными солдатами и благородными людьми. Марш Шермана к морю считался черной страницей истории. Реконструкция признавалась жестокой необходимостью. В конце концов, южане тоже были американцами, храбро сражались и потому заслужили достойного обращения. Песенка Дикси была популярнее боевого гимна республики. Линкольн, герой, в его честь даже ввели праздник. Он спас союз и освободил рабов, чтобы погибнуть от руки Джона Уилкса Бута. Его смерть стала одной из величайших трагедий в американской истории. «Честный Эйб никогда не допустил бы реконструкции. Так нас учили». После гражданской войны шло покорение Запада. Пионеры, мужчины, женщины, дети пересекали прерии, не обращая внимания на дурную погоду и постоянные наскоки индейцев. Генерал Кастер со своим седьмым кавалерийским полком был героем этого периода. Во всяком случае, так мы полагали, насмотревшись, они умирали в сапогах с Эрролом Флинном и Рональдом Рейганом. Еще в это время бесчинствовали барон-разбойники в кавычках, которые грабили поезда и банки до тех пор, пока не столкнулись с великолепным Тедди Рузвельтом. Герой высоты Сан-Хуан построил также Панамский канал «Чудо американской инженерной мысли». В те дни работали Эдисон, братья Райт и Александр Грэхэм Белл. Кстати сказать, американцы изобрели очень многое из того, что вообще следовало изобретать. Затем началась Первая мировая война, и президент Вильсон отправил наших парней, кавычки, «делать мир пригодным для демократии», кавычки. Ведомые генералом Першингом, имея перед собой образец воинской доблести в лице сержанта Йорка, мы победили Германию, которая развязала войну, торпедировав наши корабли. Вскоре Япония предательски атаковала наш флот в Перл-Харборе. Поэтому нам пришлось снова взяться за оружие и покончить с Муссолини и Гитлером. Впрочем, в католических школах учили, что Сталин был ничуть не лучше этих двоих. В школе святого причастия, которую посещал автор этих строк, не упоминалось ни о каком народном фронте. Потом нам пришлось «спасать мир от атеистического коммунизма» в кавычках. В конце дневной мессы мы возносили молитву об обращении России. Позднее ее заменила молитва о мире. Разумеется, приведенная выше сводка никак не может считаться «аннотированным изложением» американской истории. Однако она подтверждает следующее. У Америки славная история, куда более великая, нежели у любого другого современного государства и даже у любой республики минувших лет. Бывали ли ошибки? Причиняли ли мы кому-либо урон? Безусловно. Иначе не бывает и быть не может. Однако побед в истории Америки гораздо больше, чем поражений и черных пятен. Поэтому не стоит рассказывать восьмилетним детишкам о порт-пиллоу или амурных делишках Уоррена Хардинга и Джона Ф. Кеннеди. Американские общеобразовательные школы призваны воспитывать граждан и патриотов, которые смогут защитить в случае необходимости свою страну. Эти школы должны научить детей любви к Америке. Ребенок читает биографии, исторические и художественные произведения и стихотворения, слушает песни, рассматривает картины, изображающие эпизоды нашего славного прошлого, и в нем растет патриотизм. Чем сильнее любовь к стране, тем острее желание навсегда остаться ее частичкой, жертвовать собой во имя своей страны, даже умирать за нее, если понадобится, защищать ее народ, как собственную семью. В Новом Завете Христос предрекает адские муки тем, кто погубит веру в душах юных. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Конец цитаты. Однако сегодня американских детей лишают наследства, отнимают у них право знать замечательную историю их страны. В разобщении Америки Артур Шлезингер цитирует одного из персонажей романа Милана Кундера «Книга смеха и забвения». Первый шаг в ликвидации народа – это стирание памяти. «Уничтожьте его книги, его культуру, его историю. Потом попросите кого-нибудь написать новые книги, сфабриковать новую культуру, изобрести новую историю. Вскоре народ начнет забывать, кто он и кем он был». Конец цитаты. Другой персонаж добавляет, «Борьба человека с властью есть борьба памяти против забвения». Именно такую борьбу, такую войну ведет прежняя Америка с культурной революцией. Но только взгляните на то, что уже успело натворить Министерство правды с нашими героями и нашей историей. Министерство правды